Добрый вечер, в эфире программа Хастагула Амта, мы работаем в прямом эфире и сегодняшняя наша тема, разговор пойдет о налоге на добавленную стоимость. Недавно в парламенте Абхазии обсудили законопроект о НДС, сокращенно если так говорить, вот о том, какую выгоду он внесет в экономическое благополучие нашей страны, как отразится новый НДС на предпринимательской деятельности и будет ли он способствовать росту нашего благосостояния, об этом мы поговорим с нашими сегодняшними гостями. Это Амиран Лагвила, советник президента республики Абхазия и Александр Гулия, заместитель министра по налогам и сборам. Вы знаете, вообще-то, несмотря на то, что вот и материал достаточно обширный был с этого обсуждения в парламенте, но вообще нам показалось необходимым провести передачу разъяснительного характера, неконфликтную такую передачу. Поэтому я вот с самого начала хотел бы, чтобы вы рассказали нам о том, какова предыстория вот этого законопроекта, каково значение и какую важность для нашей экономики представляет принятие законопроекта о добавленной стоимости. Добрый вечер. Ну, для начала хотел бы сказать, начать бы хотел со следующего. На самом деле, мне бы хотелось, чтобы наш разговор пошел в несколькоренном русле, чтобы мы не говорили только об НДС, а мы вообще говорили, в принципе, об экономической политике. Потому что... И о экономической реформе, безусловно. Потому что НДС – это не отдельный вид налога, о котором мы только будем говорить и которым только будем заниматься. Это часть, это большая часть, правда, большой программы экономических реформ, которые будут в самое ближайшее время реализованы в нашей стране. Вообще, касаясь закона об НДС, хотел бы сказать следующее. В принципе, инициирование принятия нового закона – это большой такой политический шаг, который сделал наш президент. Потому что, насколько мы знаем, были неоднократные попытки предшественникам предыдущей власти, но так это все дело и застопорилось. Почему? Сегодня мы говорим о политических и экономических реформах. Вот наш НДС, вернее, принятие этого закона и рассмотрение его – это часть той большой программы реформ экономических и построения независимой экономической политики нашего государства. Вот это вот очень важно. Я хотел бы, чтобы наши телезрители это услышали. Ну, то есть, вот место очень важное занимает законопроект в кругу тех реформ, которые проводит нынешнее руководство. Я так понимаю. Да, на самом деле это так, потому что одним законопроектом невозможно решить у нас различного рода проблем, которые связаны с налогообложением, с экономическим развитием страны. И поэтому законопроект о налоге на добавленную стоимость является частью, можно сказать, пакета документов, которые разрабатываются сейчас и в парламенте, и исполнительной властью. И что касается вот самого НДС, действующий закон был принят в 1994 году. Ну, для своего времени он был достаточно, наверное, приемлем, но со временем… Он претерпевал некоторые изменения, в том числе и в те времена, когда были салаблокады. Но, однако, вот его недостатки стали все больше и больше проявляться. Все-таки у нас экономика развивается, рыночные отношения развиваются, и есть такая настоятельная необходимость, чтобы законы соответствовали уровню развития. И соответствовали поставленным целям в будущем, как говорится. В самом этом действующем законе, если мы сейчас будем говорить о новом законопроекте, это, вообще-то говоря, новый закон по сравнению с действующим законом. И там есть существенные такие изменения и нормы, которые не присутствуют в старом действующем законопроекте. Чуть позже мы об этом поговорим. Я просто, знаете, как бы хотел, может быть… Да, я хотел бы добавить. Вот почему я говорю, что этот законопроект является одним из звеньев реформирования законодательства, которое должно нам позволить более прозрачную экономику создать, позволить более четкий учет создать за движением средств и товаров. И, в частности, вот подготовлен законопроект о предотвращении легализации преступных доходов и финансировании терроризма. Такой законопроект, он тоже в этом русле. О валютном контроле и валютном регулировании. Там тоже будут определенные ограничения, связанные с перемещением денежных средств. Да, вот это все в контексте одном идет. Кроме этого, еще там готовится законопроект об упрощенной налогосистеме. То есть это комплекс такой, серьезный комплекс. Об упрощении налогосистемы, это мы, наверное, в самом конце об этом поговорим, потому что он наиболее такой оптимистичный вообще. Интересный, да? Хорошо звучит, да, наиболее интересный тоже. Я бы, знаете, хотел что спросить, вообще цель данного законопроекта вот в чем заключается? Ну, мы вот только что об этом говорили с Александром. Нету цели отдельного закона. Закон об НДС – это часть большой программы по реформированию экономики. Вот у этого закона частью это и есть цель? Да, безусловно, есть цель. Вообще, если немножко углубиться в историю этого закона, то и вообще, если мы посмотрим на современные реалии, мы как бы увидим, что на сегодняшний день практически во всех развитых странах НДС является самым большим поставщиком денежной массы в бюджет государства. Если взять нашего ближайшего соседа, Российскую Федерацию, у нас очень модно кивать в эту сторону и проводить какие-то аналогии, то это ресурсодобывающая страна. И если взять поступление от нефтегазовой добычи, это порядка на 2016 год, по-моему, порядка 42%. Порядка 58% – это вот именно НДС. То есть это прежде всего большой… У нас 35% сегодня. Да. Это мало вообще-то. Это очень мало. Это очень большой источник пополнения бюджета. Еще раз хочу, чтобы наши уважаемые телезрители услышали эту мысль. Речь ведь не идет только лишь о пополнении бюджета. Мы хотим пополнить бюджет для того, чтобы исполнять основные функции государства. По сути, государство – это такой менеджер, управляющий. И функции государства – это собирать денежную массу в виде налогов с государства, с предприятий, с физических, юридических лиц. И дальше их грамотно направлять в нужное русло. Это речь идет о… Рационально использовывать, да? Да, это прежде всего оборона, безопасность общественная, это молодежь, это здравоохранение, образование и так далее, и так далее, и так далее. Социальные нужды. И на социальные нужды. Пенсии те же. То есть мы говорим о том, что мы хотим пополнить бюджет и дальше эти финансовые средства грамотно распределить. Это одна часть. И что еще важно, существовала огромная диспропорция между нашими производителями и иностранными производителями, которые были представлены на нашем рынке. Получалась следующая ситуация. То есть наш производственник, который производит что-то на территории Абхазии, он был обязан, ему было обменено оплачивать НДС. А любой другой иностранный производитель, который реализовывал свою продукцию, по сути, получалось, что они платили НДС с разницей между себестоимостью и продажной ценой. Но мы все с вами прекрасно понимаем, что можно перепродать через одни руки с минимальной нормой прибыли, заплатить налоги, и ты чист перед законом и можешь двигаться дальше. Поэтому мы, в принципе, уравняли и защитили нашего отечественного абхазского производителя с производителями, которые появляются у нас и за границей. Вот вы говорили сейчас о том, о чем говорил Дмитрий Сериков, вице-премьер, когда он представлял этот законопроект. Там было такое выражение о том, что налог на НДС направлен на устранение дискриминации отечественного производителя. Вот именно. Вот о чем вы говорили. А вот какие инструменты будут применяться для того, чтобы вот эта дискриминация, так сказать, была устранена? На самом деле, вот Амиран сказал здесь, и это очень существенный момент в системе наших рыночных взаимоотношений. Вы прекрасно, наверное, представляете себе, что если у одной категории налогоплательщиков более выгодные условия, льготные условия, благодаря закону, а у другого более сложные условия, и ставки налогов не одинаковые, то капитал будет перетекать туда, где выгоднее. Это естественно. А если мы сознательно создаем такие условия, это будет ненормально для хозяйствующих субъектов. И на самом деле представители внутриэкономической деятельности при производстве каких-то товаров, работы, услуг, они вынуждены, согласно нашему законодательству, платить с полного оборота НДС. А те, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, если завозят товары, скажем, да, он платит НДС с разницей между ценой приобретения и ценой реализации. Но, конечно же, здесь явные преференции для тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью. И мы, по сути дела, таким образом придушиваем собственное производство. И поэтому... Я бы сказал, не даем ему просто развиваться. Да, не даем развиваться, да. И это очень важно. У нас, кстати говоря, такое было еще с законом об иностранных инвестициях. Закон об иностранных инвестициях говорил, что имеются преференции и предпочтения для иностранных инвесторов. То есть для тех предприятий, где есть иностранный капитал, и там были льготы по налогу на прибыль, по налогу на имущество в течение известного периода времени. Но, слава богу, этот закон уже сейчас практически не действует, потому что принят другой уже закон. Этот закон называется об инвестиционной деятельности. И там нет градации между иностранным капиталом и отечественным капиталом. То есть уравненные условия. Вот в этом смысле представленный законопроект о налоге на добавленные стоимости является продолжением единой политики, правильной политики, чтобы уравнять условия хозяйственные для внутрихозяйственной деятельности и для внешнеэкономической деятельности. Я так понимаю, что проект предусматривает такое некое уравновешивание внутриэкономической и внешнеэкономической деятельности. А вот как повлияет, и повлияет ли он на наш внутренний НДС? На внутренний? Ну, вообще-то, техника исчисления налоговой базы для внутриэкономической деятельности, она не изменится. Она, как и была, и останется. Другое дело, что появляется возной НДС, а вот возной НДС, он будет уплачиваться при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Но при этом появляется, знаете, если этот закон будет принят, любой участник внешнеэкономической деятельности, который будет иметь паспорт внешнеторговой деятельности, который будет официально оформлять свою деятельность, он будет получать двойную льготу. Во-первых, он будет возвратный НДС иметь на российской стороне 18%, а во-вторых, он будет вынужден свой товар регистрировать, заплатив НДС на границе, чтобы он потом мог взять при внутриэкономической деятельности этот НДС к зачету. Если он это официально не сделает, то он, как говорится, не сможет возместить тот НДС, который он заплатил на границе. Поэтому там появляется такая возможность и необходимость показывать товар. А разве товар будет показываться, да? То он будет отражаться и на внутриэкономической деятельности. И поэтому, ну если формально подойти к этому вопросу, от введения ввозного НДС внутренний НДС не увеличится. Но если будет учет лучше поставлен, то, конечно же, и на внутриэкономической деятельности это будет находить отражение. И, возможно, увеличение внутреннего НДС тоже. Возможно. Сегодня он составляет где-то 770. — Об увеличении поступления в бюджет. То есть не то, что как бы увеличится нагрузка на бизнес и на предпринимателей. Да, кстати, вот, Александр, если вы закончили, я хотел бы еще одну существенную вещь сказать. Вы знаете, у нас, вот, согласно данным последним нашей статистике, у нас предприниматели и вообще людей, занятых в бизнесе на территории Республики Абхазия, их порядка 9 тысяч. Если мы сравним их с количеством бюджетников, чиновников, людей, получающих заработную плату на территории Республики Абхазия, то их в разы больше. Их, по-моему, порядка 26 тысяч человек. Вообще это нонсенс, должно быть абсолютно наоборот. Нигде, ни в одной нормально развивающейся стране такого не происходит. То есть, по сути, получается, что 9 тысяч производственников, людей, занятых в сфере услуг и вообще в бизнесе, кормят 26 тысяч людей, которые, как бы, заняты, вот, и получают заработную плату от государства. Должно быть совсем наоборот. Мы очень... Это как? Мы понимаем, что основным источником доходов государства является наш абхазский предприниматель. И вот то, о чем говорил Александр, когда мы уравнивали непосредственно, вернее, это было до нас, когда вот это был принят закон по инвестициям. На самом деле, меня это тоже очень сильно коробило, потому что получается, что, знаете, как в разрез с Конституцией ООН, мы предлагали преференции каким-то иностранцам в ущерб нашему краю. И наш рубль оказывался хуже, чем рубль иностранный. Да. Или доллар иностранный. Поэтому основная функция государства – это экономическое регулирование и, как бы, уравнивание всех возможностей. И создание равных условий. И создание равных условий. Именно в этом, как бы, закон о налоге на добавленную стоимость, наверное, пожалуй, сыграет большую роль. И еще одно, о чем я хотел сказать, это тоже очень важно. То, о чем говорил Александр, когда предпринимателю, который занимается официальными поставками, возит товар и, я не знаю, там, производит, которые, так вот можно, наверное, выразиться, работают по-белому, ему будет выгодно показывать все, что он продает и все, что он производит и продавать. И во всех накладных будет стоять та самая фраза с НДС. Это вот вечная тема прозрачности нашей, к чему мы стремимся. Да, и это нам поможет. Ведь если мы посмотрим на всевозможные, у нас очень много общественно-политических движений, партии, у нас такая очень активная общественность. У каждой партии, пожалуй, есть, как бы, своя программа экономическая. Основным лейтмотивом во всех этих экономических программах проскальзывает вывод экономики из тени. Вот мы этим и занимаемся. Вот это один из шагов, которые мы предпринимаем для того, чтобы вывести экономику из тени. Хотел бы добавить в этом смысле то, что сказал Эмиран, очень имеет существенное значение, потому что налоговые органы, налоговая служба, налоговые работники имеют дело с бумагой, с документами. Если в документах не будет отражено движение товаров, работ и услуг, не будут отражены объемы в стоимостном выражении, в натуральном выражении, то трудно найти эту теневую экономику, имея некорректные бумаги. И поэтому, если вот ввозной НДС позволит нам в большей степени легализовать все эти вот перевозки, легализовать товарооборот, на самом деле, перейти к более близкому реальному товарообороту, то и налоговая служба будет легче администрировать все эти виды налогов, в том числе НДС. И от этого будет результат больше, конечно же, и доходы в бюджет будут увеличиваться. — Знаете, тут как раз, мне кажется, уместно будет перейти к тому, вот какие, мне бы интересно было, какие расчеты произведены, какой ожидается эффект от принятия закона об налоге на добавленную стоимость? — Вопрос ко мне. — Если он будет принят. — Да, в случае, если он будет принят, мы очень надеемся, что он будет принят. Вы знаете, у нас, мы имеем дело все равно с налогами, да, это то, чего не было, мы хотим это ввести, поэтому мы тут очень осторожны. Мы дуем на холодный чай, так вот аккуратненько, и мы, у нас есть, безусловно, расчеты, по самым таким, самым скромным, оптимистическим, вернее, таким вот негативным подсчетам, мы считаем, что это будет чуть более миллиарда рублей в 2016 году. — Насколько вообще этот прогноз реален, и чем он подтвержден вообще-то? — Нет, естественно... — Он просчитан? — Он был просчитан, у нас есть статистика, у нас есть статистические данные, у нас есть движение товаров, услуг и всего остального. Можно как бы долго спорить о том, насколько они процентов достоверны, да, там есть какая-то погрешность, но мы, еще раз говорю, мы очень так осторожны, очень аккуратно к этому подошли, и мы считаем, что это будет чуть более миллиарда. Хотя есть мнение, есть мнение, что будет некий мультипликативный эффект, и сумма будет гораздо больше. Но я еще раз хочу... — Вот все-таки вы бы могли сказать, вот так, чтобы это обнадеживающая сумма для нашего бюджета один с чем-то там миллиард, с чем-то это так звучит, хотя миллионные там, я так понимаю, суммы. — Да, но вот чем это подтверждено все-таки, вот конкретно, каким образом будет это все достигнуть? — Ну вот у нас в прошлом году, в 2014 году, внешнеторговый оборот составил 20 миллиардов рублей. Из них 17 миллиардов это импорта было, и 3 миллиарда экспорта было. — В этом году, ну не знаю по таким прогнозам, я пока цифры не могу назвать конкретно, но будет увеличение процентов на 20, наверное, может быть. — Существенно. — Да, да, существенно. — То есть будет внешнеторговый оборот в пределах 22-23, может быть больше будет, я сейчас не могу это точно сказать, пока же будущее, вот да. Но, если брать прошлогодние данные, вот на 17 миллиардов рублей был завезен товар в Абхазию, да. И, ну здесь проста арифметика не подходит. 17 миллиардов рублей, если взять 10%, получается 1,7 миллиарда рублей, но так нельзя считать. Здесь неправильно, потому что закон предусматривает исключение изъятия, предусматривает, по которым многие виды различной категории товаров будут возиться в Абхазию по ставке ноль, по нулевой ставке. То есть вот мы, наверное, уже перейдем к льготной категории товаров. Сам закон предусматривает, новый закон предусматривает две ставки налогов. Ноль и 10%. Ноль процентов и 10%. Вот это... Да, вот эти ноль процентов и 10% будут распространяться и на внешнюю экономическую деятельность, и на внутренняя экономическую деятельность. По ставке ноль процентов будут завозиться в такие категории товаров, которые жизненно необходимы для страны и для населения. Но, в частности, вот Амиран потом, наверное, более подробно скажет, это продукты питания, лекарственные средства, лекарственное оборудование и так далее. Ну, раз мы затронули эту тему, я вас перебью. Все-таки, может быть, действительно, Амиран, вы расскажете, а что это за льготные такие категории товаров? Да, ну, вообще, это общемировая практика. Есть, когда люди, как бы, вводят НДС в своем государстве, есть, как бы, разные-разные категории. Налоговые ставки. Есть полная, есть какая-то средняя и есть нулевая ставка. Если взять ту же Россию... У нас так. Если взять ту же Россию, да, у них есть... Три ставки у них. Да, у них есть три ставки. Ноль, десять и восемнадцать. Восемнадцать, десять и ноль, да. В нашем случае это две ставки. Ноль, десять. Да, 0 и 10. Если мы говорим о льготных категориях товаров, безусловно, это будут социально значимые вещи, это продукты питания, там их очень большое количество, это медикаменты. Вот сейчас идут такие бурные дебаты, я думаю, что в самое ближайшее время этот список будет тоже утвержден, наши депутаты, спасибо им большое за это, они принимают активное участие в этом, поэтому я думаю, что порядка 60% составляет. Ну смотря, что будет включено. Какая категория товаров будет включена, можно увеличить до 60%, но можно снизить до 30%, как это будет сделано. Кстати, вот из завозимых товаров, вот 17 миллиардов я сказал, там около 30% это продукты питания непосредственно. Я слышал так, что еще обсуждался и вопрос НДС на топливо, которое возится в нашу страну, что оно тоже как-то обнуляется и попадает под вот эту категорию, то не попадает под НДС и многие считают, что это не совсем справедливо и по отношению к нашим производителям тоже. Ну, нам сложно говорить о производстве топлива, потому что мы все-таки, не знаю, к счастью или к сожалению, мы не нефтедобывающая страна, да, мы потребители пока. То, что касается ставок на топливо, вы знаете, мы прекрасно даем себе отсчет, что любое поднятие цены на топливо автоматически влечет за собой автоматическое поднятие цен на ряд товаров, услуг, на производство работы, работ, да, сельхозпроизводители и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это предмет дискуссии, вот буквально сегодня у нас была встреча в парламенте, инициированная комитетом профильным. Существуют разные мнения на этот счет, там, как вводить, как считать, но ясно одно, без государственного регулирования, без создания системы противовесов и сдерживающих механизмов нам не обойтись, и мы обязательно будем этим заниматься. Речь шла, в частности, еще о том, чтобы в качестве идеи о том, чтобы, наверное, не вводить и вообще освободить дизельное топливо от налога на добавленную стоимость. Потому что, как мы знаем, сейчас будет, скоро будет весна и всевозможные сельхозработы, да. То есть мы, ну, если бы прекрасно даем в этом отсчет, и мы этим занимаемся. Единого мнения, единого решения его пока нет, но оно вот, вот оно прямо вот сейчас будет рождаться. Ну, я знаю, что это сейчас обсуждается, вот этот вопрос, и очень горячо, насколько я знаю, действительно существуют разные по этому поводу подходы. Но все-таки, наверное, вот то, что вы сказали об горячо-смазочных материалах, которые сюда будут поступать, там, наверное, нужно будет прийти к какому-то такому консенсусу, к какому-то соглашению все-таки. Вот, а как вы видите, каким образом вот эта проблема может быть решена в отношении горячо-смазочных материалов? Ну, поясню, смотрите, там на самом деле предметом выяснения и принятия решения, как бы, является одна очень существенная вещь. Как мы знаем, после подписания нашего договора с нашим стратегическим партнером Российской Федерации, там была предусмотрена определенная квота на ГСМ, и до вот буквально недавнего времени вот эта у нас система не работала. То есть на нефтепродукт, который вывозится из Российской Федерации, Российская Федерация, государство российское, вводило так называемую вывозную пошлину. Она была порядка 434 долларов, по-моему, сейчас она опустилась в связи с изменившимся экономическим положением до 75. Но эти 75 долларов, если мы разделим на литр бензина, то у нас получается это порядка трех рублей. То есть вот буквально второй месяц мы согласовали, вернее, Министерство экономики Республики Абхазии согласовало с Российской Федерацией. Вот эта система начала работать, и вот это вот квотирование, оно будет у нас работать на будущий год. Поэтому у нас там есть поле для маневра, у нас есть возможность сбалансировать свою политику, вести такое грамотное государственное регулирование, что и будет сделано. Я в этом не сомневаюсь. Более того, государство регулирует цену на нефтепродукты у нас в Абхазии, но входит в разряд этих товаров, цены на которых регулирует государство. Это энергоносители, конечно, мы... То есть, если я вас правильно понял, если поднять, то есть установить НДС на ввозимые горюче-смазочные материалы, то таким образом может случиться и поднятие цен в общем вообще на все продукты. Я так понимаю? Вообще, любое поднятие цены на энергоносители автоматически в любой стране влечет за собой поднятие цен. То есть, здесь уже государство ничего не сможет сделать и так не отрегулирует? Я же вам только что об этом говорил. Мы создадим ту самую подушку безопасности. Если говорить о топливе, у того же топлива есть очень ярко выраженная сезонность. Если мы будем сравнивать, условно говоря, летнюю цену на это топливо на мировых биржах и, в частности, на российских биржах. То есть, если это летом стоит 40 тысяч рублей за тонну, то сейчас это стоит порядка 30 тысяч рублей за тонну. То есть, вы понимаете, если у нас есть нефтеналивные хранилища, если мы можем подготовиться к этому пиковому потреблению нашего топлива, если мы можем сделать некий запас. То есть, есть ряд механизмов, которые можно включить и мы этим занимаемся. И они обязательно будут использованы. То есть, мы создадим такую подушку, которая позволит безболезненно пройти все вот эти вот всевозможные катаклизмы. А вообще, вот как может этот вот НДС повлиять на рост цен у нас здесь в Абхазии? И повлияет ли он на рост цен? Ко мне вопросы так полагают, да? Ну, смотрите, безусловно, на некоторые группы товаров будет определенный отрезок времени, будет поднятие цены. Если говорить, вот когда будет принят наш этот список, там где будет льготное налогообложение, там где будет ставка 0, изъятие и прочее, прочее, прочее. То есть, мы прогнозируем, что будет повышение порядка от 5 до 7 процентов. Если взять на круг с этими изъятиями, со всеми, это при условии, что курс доллара по отношению к рублю будет неизменный. Да, и потому что, как вы знаете, любое изменение курса валют в России, там нефти, оно влечет за собой автоматическое повышение цены в той же России. То есть, мы говорим при условии, что все будет вот ровно так, как оно сейчас есть. Вот при этих показателях мы прогнозируем небольшой рост цен. А как вы считаете, Александр, как это повлияет вообще на рост цен? Не, на рост цен повлияет. Тоже в размере от 5-7 процентов или, как некоторые экономисты наши говорят, это дело может дойти до 13 процентов? Я не знаю, мне трудно комментировать этих экономистов, какими методами подсчета они пользовались. Ну, я тоже не знаю, я просто прочитал это в наших новостях. Ну, можно просто, знаете, как в таком, я тоже специально этим не занимался, как бы не моя сфера деятельности, но можно включить простую логику. Да, вот если из ввозимых товаров 50 процентов не будут облагаться налогом на добавленную стоимость, то ясно, что цены не должны чисто арифметически повыситься больше, чем на 5 процентов. То есть, 10 процентов делишь пополам, получается 5 процентов. Но это механический такой вопрос, и я не могу вам точную цифру назвать. Вот вы говорили о том, что вообще за рубежом НДС это как бы основной источник пополнения бюджета. А что даст введение НДС вот простому гражданину нашему? Как это вообще отразится на его благосостоянии? Вы знаете, я думаю, что учитывая то, что у нас... Вот этот миллиард с чем-то. Ну, сейчас мы к этому вернемся, я просто хочу сказать о следующем. Вообще, наша основная цель и вот то, что многократно озвучивал президент и как бы какую задачу он нам ставил, это именно построение нашей абхазской эффективной экономики. Вот это вот самое главное. Я думаю, что наши граждане не могут не радовать, что вот мы именно как бы вот этим и занимаемся и к этому придем. Поэтому в данном конкретном случае говорить, что даст средовому гражданину закон о налоге на добавленную стоимость, я бы вот так не ставил. Вообще, хочу сказать как бы... Ну, нам интересно просто, каким образом это на нашем уровне жизни отразится, знаете. Потому что мы понимаем, что это деньги, понятное дело, они попадут в бюджет и в бюджете потом их распределят справедливо и каким-то образом будут устроены многие проблемы там социального характера и так далее. Ну, все-таки мы хотим кое-какие конкретные такие, знаете, ДС. Хорошо, конкретные вещи. Вообще, начнем с того, что у нас запланировано, вот как бы мы видели в новостях сегодня было заседание Кабинета Министров, где обсуждался бюджет. Бюджет у нас там практически увеличивается почти в два раза, да. Плюс введение вот этого вот нашего налога, от которого мы ждем чуть более миллиарда рублей. Все эти деньги, они пойдут в развитие. У нас впервые за все наше последнее время будет принят бюджет развития. Как вы знаете, мы уже в этом году, наш национальный банк выделил, изыскал средства на кредитование малого и среднего бизнеса. И уже первые 200 миллионов, уже там, по-моему, под 100 проектов, да, они уже были как бы рассмотрены и они будут приняты. Мы, все вот эти вот деньги, мы надеемся, они как бы дойдут до наших граждан, до наших предпринимателей. И, кстати, в этой связи еще хотел сказать следующее, что есть вообще такое, наверное, решение, оно будет, я думаю, в самое ближайшее время, как бы уже официально закреплено, объявить следующий год годом предпринимателя в Абхазии. Это первая какая хорошая новость, а вторая хорошая новость, в самое ближайшее время будет создана большая рабочая группа с представителями нашего депутатского корпуса и профильных специалистов, которые займутся, это как бы рабочая группа, она займется реформированием вообще, в принципе, налоговой наших налогов с целью уменьшения. И по количеству, и по качеству. И по количеству, и по качеству, потому что вот мы все говорим о кредитной политике, о выдаче кредитов. Вот этот вот НДС, который будет пособствовать выводу части экономики из тени, да, и будет показывать реальные обороты. И плюс вот это вот решение о сокращении налогов, да, потому что вот люди, которые не получают официальную, как вы говорили, белую официальную зарплату, заработную плату, да, они, наверное, слабо могут рассчитывать на получение каких-то кредитов, да. То есть все это, это части большой-большой такой программы, которая, я не сомневаюсь, будет в самое ближайшее время реализована. Ну, вот как раз зашел разговор об администрировании, а еще одну стату приведу, вот нашего господина Серикова. Он говорил, когда представлял этот проект о том, что в целом законопроект, как он выражается, упростит налоговое администрирование. Что подразумевается под вот упрощением, это оптимизация какая-то, администрирование, что это значит? Ну, упростит, я бы не сказал упростит, оптимизирует налоговое администрирование, наверное. Тут главное, что это значит. Сделает его более результативным. Вы знаете, вот я вот говорил еще раз. То есть есть какие-то сложности, они будут устранены, я так понимаю. Да, они будут устранены, вот речь идет как раз о выведении из тени оборотов. И если мы будем, если вот люди, которые завозят товары, а у нас вообще завоз и вывоз относятся как 8 к 2. На 8 рублей ввезенной продукции мы вывозим 2 рубля ввезенной продукции. Да, такой дисбаланс у нас. И если вывозимая продукция будет облагаться МДС, МДС там будет учитываться и будут выдаваться грузовые таможенные декларации. А мы регулярно получаем грузовые таможенные декларации из таможни. Это у нас для налоговой службы, это один из основных документов, по которым мы можем определить реальный товарооборот или реальный оборот средств, которые происходят у наших налогоплательщиков. И тогда легче будет администрировать на самом деле. И там будет указано, уплачен МДС или неуплачен МДС. И сколько его уплачено. И какой МДС должен потом пойти к зачету, к вычету должен пойти. В этом смысле, конечно, будет более оптимальное администрирование. В таком случае, как будет вообще, как будет происходить эта процедура, как будет выполняться, исполняться закон? Ну вот я вам хочу сказать, что таможенный МДС входит в систему налогов в Республике Абхазия, которые определяются законом о налоговой системе. Там у нас 23 вида налогов, в том числе и МДС. Есть налоги, которые администрируются таможенными органами. Есть налоги, которые администрируются налоговой службой. Вот, скажем, налоги, которые взимаются на границе, и таможенная пошлина, они администрируются таможенными органами. Почему так? Хотя и таможенная пошлина тоже является налогом. Она входит в систему налогов, согласно нашему законодательству. Но в силу ряда особенностей осуществления внешнеэкономической деятельности, в силу того, что там граница, в силу того, что есть такое понятие, как таможенная территория, таможенная зона, зона таможенного контроля и так далее. Но все это связано с перемещением товаров через границу. Там свои особенности. Поэтому, наверное, трудно было бы, чтобы налоговая служба могла бы администрировать и внутренние налоги, и внешние, так сказать, налоги. Поэтому вот эти налоги на границе администрируются таможенными органами. Таможенные органы будут взимать ввозной НДС. Они будут взимать таможенную пошлину, если она будет, да, на определенные виды товаров. Они будут взимать НДС, если на этот вид товара имеется НДС и нет исключения. И они будут взимать и акцизы, если есть подакцизные товары, которые возятся в Абхазию. Все эти документы, все эти сведения будем получать мы, таможенные органы. Это для нас очень сильное подспорье. Для нас, вообще-то говоря, самыми главными источниками движения денег и товаров, работы и услуг являются два источника всего-навсего. Это таможенные органы и Национальный банк. Национальный банк нам тоже ежемесячно предоставляет сведения о движении денежных средств по счетам. Вот эти основные документы, с которыми мы работаем, наряду с теми документами, которые предоставляют нам налогоплательщика при налоговых проверках или при предъявлении декларации по тем видам налогов. Поэтому вот это администрирование будет, конечно, более совершенным, безусловно. Это очень важно. Вы знаете, сам законопроект, он, как Вы говорили уже, и не раз пытались его ввести. И сейчас вот у него тоже не совсем такая легкая судьба. У него тоже есть какие-то трудности. В парламенте с пониманием относятся, кстати говоря. Насколько я понимаю, судьба его все-таки сложится как-то более оптимистично, чем есть некоторое представление у людей. Вот. А вообще в всех тех реформах, которые сейчас проводятся, и в частности об НДС тоже. Но дело заключается в том, что это, конечно же, не последняя такая экономическая реформа, касающаяся экономики. Вот в этом смысле еще что предполагается? Какие будут предприниматься еще попытки провести проекты? Какие проекты? В рамках вот такого пакета документов, о которых говорил Амбиран, да? Да. Ну, то есть, вот, например, предполагается еще обсуждение принятия закона об упрощенной системе налогообложения. А налогообложение, это, я думал, мы на сон грядущий поговорим, потому что это такая более оптимистичная вещь. Хорошая тема, кстати говоря, вы тоже отметили в начале нашей беседы. Да. Мы вот к этому вернулись. Это на самом деле вот упрощенная система налогообложения. Готов законопроект об упрощенной системе налогообложения. А что это собой представляет? У нас, согласно нашему законодательству, есть два режима налогообложения. Есть общий режим налогообложения и есть специальные режимы налогообложения. Вот к специальному режиму налогообложения относится вот этот спецналог, который нам известен, да, он согласно физическим показателям устанавливается определенные ставки, и люди платят эти ставки, и больше по этим ставкам платят налог, специальный налог, и они больше ничего не платят. Единый налог. Да, он как бы замещает там налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество. И вот эта упрощенная система налогообложения, она еще дальше идет. Упрощенная система налогообложения имеет дело уже со стоимостными показателями. То есть речь идет о том, что если будет введен этот закон, то вместо опять же налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налог на имущество, будет взыматься только один вид налога, и налогоплательщик будет уплачивать только один вид налога. Налог с оборота. Но налог с оборота, причем там будет несколько категорий налогоплательщиков, одна из этих категорий это субъекты малого предпринимательства, это до 4 миллионов, если у них оборот, общий оборот дохода до 4 миллионов, значит это субъекты малого предпринимательства. От 4 до 20 миллионов это субъекты среднего предпринимательства, свыше 20 это объекты крупного предпринимательства, которые не будут подпадать под этот вид налогообложения. На мой взгляд это очень хороший законопроект, единственная его слабость заключается в том, что если делать налог с оборота, то надо знать обороты, если вы не знаете обороты, то не надо в эту драку ввязываться, вы не сможете посчитать обороты, вы не получите соответствующие доходы. И в связи с этим возникает там вопрос с учетом этих доходов и расходов этого предпринимателя, а самое главное доходов. И тут возникает вопрос и с учетом на границе, возникает вопрос с учетом движения денежных средств по банковской сфере, возникает вопрос связанный с взаимными расчетами между налогоплательщиками и наконец контрольно-кассовой машиной. Этот закон, если его хорошо внимательно почитать, он подразумевает широкое применение контрольно-кассовых машин, но не простых контрольно-кассовых машин, которые сейчас иногда мы получаем чеки, применяют. Это старые образцы контрольно-кассовых машин, они уже сегодня непригодны для наших сегодняшних задач и для наших целей. Там нужны другие совершенно контрольно-кассовые машины, которые имели бы электронную память, которые были бы связаны с интернетом, которые в режиме онлайн передавали бы информацию на какой-то единый центр. И данными этого единого центра могла бы пользоваться налоговая система. Существуют, они внедрены, да, и в частности у нас тоже есть. Вот в России пока они только начали внедрять. Ну да, наверное, я вот точно не знаю, что там происходит. В виде эксперимента. В наших условиях, кстати, это будет сделать гораздо проще. Мы небольшая страна, не только поэтому, знаете, лучше начать сразу правильно. У нас небольшая транспортная доступность, можно в течение двух часов доехать из конца в конец нашей страны. То есть все это легко администрировать и этим можно заниматься. То есть именно по всем этим причинам мы надеемся, что у нас это получится гораздо быстрее. Да, а если это получится, вы представляете, какое облегчение для налогоплательщиков, вообще-то говоря. Вместо многих налогов, один только налог уплачивает и все. Вообще сведение к минимуму всевозможных налогов, непонятно как исчисляющихся и прочее, прочее, все это вредит и инвестиционному климату. И предпринимателям в частности. Да, недавно у нас был экономический форум, да, российско-абхазский, да, и там очень много говорили об инвестициях, почему не идут инвестиции, в том числе и поэтому. То есть ясные, четкие, понятные правила игры, когда очень легко администрировать налоги, когда все это прозрачно, вот это и есть наша задача. Вы знаете, мы будем заканчивать нашу передачу, уже наше время подходит к концу. Вот как раз на это, наверное, и настроены все реформы, которые сейчас проводятся. О ней нельзя сказать, что проводятся с какой-то легкостью. Есть некоторая потребность в том, чтобы все было разъяснено и каким-то образом, наверное, представлено уже не вот в одной-двух передачах, а дальше. Вы хотите сериал создать, да? Да, я хочу сериал создать по поводу всех реформ. Знаете, наверное, да. А вот сколько реформ у вас будет, столько мы серии сделаем. Мы готовы, с удовольствием. Ну, тем более. Так что до следующих встреч. Я хочу сказать, что, конечно, вот это вот обнадеживает то, что главным сейчас является то, что человек становится, в общем, вот тем объектом, на который направлены эти все реформы. Мы вообще надеемся, что все то, что делается сейчас и в экономической ситуации, и в политической тоже, эти реформы идут по разным направлениям, вот это принесет нам и спокойствие, и безопасность, и благополучие. Да, вы знаете, я думаю, что никто не будет со мной спорить, что Абхазия это единственное место на земле, где Абхазы могут реализовать свое право на построение независимого, экономически независимого. Не, из принципа можно поспорить. Безопасного. Мы еще где-то можем. Безопасного государства. Это будет как раз на государстве. Поэтому вот все наши помыслы, все наши усилия и потуги именно на это и нацелены. Мы хотим действительно построить эффективную, прозрачную, с ясными и понятными правилами игры экономику. Экономику Республики Абхазия. Спасибо. Отличное завершение программы. Я нашим телезрителям напомню, что у нас в гостях сегодня были Амиран Лагвилава, советник президента Республики Абхазия, Александр Гуля, заместитель министра по налогам и сборам. И мы сегодня разговаривали о налоге на добавленную стоимость, которая принесет нам, наверное, ожидаемую пользу и благополучие стране. Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok